Всем огромнейший приветик, с вами Алиса и Секрет Небес. Как вы видите, я решила перепройти концовку истории по пути Мальбонте, это значит, что статы Ангела и Демона у меня поровну, а также по ветке с Мальбонте. Сезон 3, серия 10, Малу Несесариум. Хочешь знать главный секрет Небес? Что от тебя и вас всех скрывают ваши идеальные Ангелы? Что скрывает Шеффа? Хочу. Резким движением Мальбонте снял верх, оголяя торс. В таком случае, сапры ауды, Вики. Он развернулся ко мне спиной. Смотрите, как крылья прикреплены. Ужасно, как корни. Что? Что это? Клеймо того, кто вел меня все это время. Клеймо того, чей шепот я слышал с самого рождения. Шепот? Я тоже слышала его. Из-за моей силы, что в тебе? Кто он? Мальбонте оделся, немного помедлил, прежде чем ответить. Небеса не знают свою историю, истинную историю. Так, расскажи мне. Секретный путь открыл для тебя эксклюзивную сцену. Все. Шеффа считают создателем всего, но это не так. До начала всех времен существовало два могущественных существа. Два брата-близнеца. Шеффа и Шеффомалум. А? Они создали вселенную, создали мир. Шеффомалум – одну часть, Шеффа – другую. Но они были слишком амбициозны и сильны. Братья все чаще стали сталкиваться друг с другом. Один хотел, чтобы его созданием упоклонялись, чтобы боялись и трепетали. Другой считал, что не нужно вмешиваться в мир их детей. Тогда один из близнецов решил, что его брат слишком мягок и равнодушен. Он не заслуживал быть повелителем миров. Шеффомалум захотел свергнуть Шеффа. И началась между ними Великая Война, которая длилась сотни тысячелетий. Два брата-близнеца, два божества, равные по своей силе. Но всему приходит конец, и их битве тоже. Чтобы победить, Шеффомалум создал землю из слабых созданий. Настолько ничтожных по сравнению с бессмертными, что они преклонялись бы перед Шеффомалумом, как он и желал, и сделали его сильнее. Голод, болезни, угрозы, земля пребывала в упадке. Шеффа не мог смотреть на мучения детей, хоть и не его. И он явился им и подарил им надежду. К ужасу Шеффомалума люди стали молиться Шеффу, а не ему, их создателю. Шеффа стал сильнее и вскоре сокрушил своего брата. Но близнецов, что сотворили все сущее, нельзя уничтожить. Тогда Шефф отправил Шеффомалума в мир небытия. Однако в тот момент, когда братья разделились, разделился и мир, что они сотворили. Та часть, что создал Шеффомалум, стала миром пламени и ненависти, а та, что создал Шеффа, миром благоденствия и чистоты. И были они названы Адом и Раем. И с тех времен дети Шеффомалума и Шеффа считали, что всегда были разъединены и никогда не были единым целым. Они не знали, что кроме Шеффа, единственного создателя, был еще один, что теперь заперт в бесконечной темнице, из которой никак не выбраться. Я не могла подобрать слов и молча замерла, ошарашенная. Но я, единственный выживший ребенок ангела и демона в период нестабильности, услышал голос Шеффомалума. Он смог связаться со мной по зову крови. Он рассказал мне секрет. Я был мал и однажды в Рождество, когда дети благодарили своих покровителей, родителей, учителей и, конечно же, Шеффа. За все, что у них есть, настала моя очередь. Я вышел перед толпой ангелов и демонов и стал говорить. Спасибо Шеффа за маму. И спасибо Шеффамалуму за папу. Бунт. Сотни ангелов и демонов заговорили. Их испуганный шепот рябью прошелся по залу. Как только с моих уст сорвалось имя, которое никто никогда не произносил, сам Шеффа услышал его. Один из Серафимов бросился ко мне, чтобы успокоить и убрать с глаз долой, но я испугался. Идем со мной. Ужас, который отобразился на его лице и осознание, что этот страх животный, дикий, способный уничтожить меня за то, что я его вызвал, напугали меня. Я был мал и глуп, но я понял это и по-настоящему ужаснулся. Нет. Во мне таилась сила, а она росла и крепла, но я еще не умел ее контролировать. И она вырвалась на свободу. Серафим упал на колени. Его лицо покрылось черными жилами. Бунт! Я убил его. Маленький мальчик убил Серафима, которого сложно убить даже искусным божьим созданием. Это было немыслимо. Это было опасно. Остальное ты знаешь. Шеф Фамалум научил меня пользоваться силой, и вскоре я смог связываться с ангелами и демонами, приходя к ним в виде шепота, снов и видений. Если бы не моя оболочка здесь, на свободе, я бы не смог выбраться из той тьмы. Я все еще слышу голос Шефа Малума, но я не хочу идти по тому пути, что он желает. Его мотивы слишком ужасны. Я хочу создать новый мир, в котором ребенка не будут преследовать за то, каким он родился. Я рассказал тебе правду, не приукрашивая. Он замолк, но я не торопилась ответить. В голове моей крутились мысли, а цепенение понемногу начало спадать. Я не забыла о своем задании. Оно, подобно одомоклову мечу, висело над моей головой, готовой вот-вот сорваться на нее. Узнав секрет небес, все тайные мотивы двух сторон, я все больше убедилась в том, что Мальбонте прав. Меня послали сюда ангелы, чтобы я уничтожила ключи от врат Шефа. Я достала из кармана амулет и камень преткновения, хлопнула ими по столу и посмотрела на Мальбонте. Он медленно улыбнулся. Это значит... Это значит, что я на твоей стороне. Мальбонте сдержанно кивнул, и эта сдержанность удивила меня, как будто за ней он скрыл нечто большее. Не буду говорить, что ты сделала правильный выбор. Надеюсь, ты сама в этом убедишься. Пойдем, я покажу тебе кое-что. Он протянул руку. Я растерянно посмотрела на нее, но в итоге протянула в ответ. Мальбонте повел к себе в комнату, не отпуская меня. Мальбонте подошел к ящику, поднял крышку и вытащил ключ. Ключ осветил комнату. Покрутив его немного в руках, Мальбонте обернулся ко мне и протянул артефакт. Держи. Я не спешила. Мне нельзя до них дотрагиваться. Мальбонте подошел ко мне, развернул руку ладонью вверх и положил на нее ключ. Я вздрогнула, зажмурилась, но ничего не почувствовав, открыла глаза. Еще одно преимущество силы, что течет теперь и в тебе. Он забрал ключ и вернул его на место. Когда ты хочешь воспользоваться ключом? Сегодня. Почему сегодня? Я сделал бы это и раньше, но понял, что без тебя мне не открыть врата. Без меня? Мне не хватит сил, но с тобой должно хватить. Врата открываются, когда луна достигает зенита. Мы не успеем, ангелы. Я знаю, я готов к их визиту. Меня захлестнуло волнение перед предстоящей битвой. Я подумала о тех, кто остался за пределами лагеря. Как воспримут они мое решение? Не решат ли, что я предала их? Мальбонт и молчаливо наблюдал за мной, потом твердо сказал. Если ты на моей стороне, это не значит, что тебе нужно делать ужасные вещи. Но их будешь делать ты? Я, но не ты. Выбрав твою сторону, я стану соучастником всего, что будет совершено тобой и твоей армией. Ты передумала? Нет. Он обхватил мои плечи, мягко подтолкнул кровати и усадил на нее, затем нагнулся, чтобы наши лица были на одном уровне. Раз приняла решение, имей силы нести крест последствий, хороших и плохих. Я не ответила ему, просто смотрела в темные глаза, так серьезно глядящие на меня. Он тоже молчал. Так мы замерли, окаменевшие, застрявшие в это мгновение, пока Мальбонт и не провел по моей щеке пальцем. Его взгляд был все таким же серьезным, беспрекословным, но он вдруг отстранился, выпрямился и снова замер, не отнимая от меня вдумчивых глаз. Мальбонт и стремительно подхватил меня, приподнял в постели и навис надо мной, едва касаясь губами моей шеи. Но он снова немного отстранился, будто передумал, посмотрел на меня и сказал, «Ты не боишься меня? Не думай, что я могу сделать тебе больно». «Не боюсь, у меня твоя сила забыл, могу дать отпор». Он рассмеялся. Я впервые услышала его смех. «Не знала, что ты умеешь смеяться». Его улыбка перешла в обычно сжатые губы, и он снова серьезно сказал, «Я много чего умею». Мальбонт и поцеловал меня. Он опирался руками на кровать по обе стороны от меня, не удерживая, не наседая. Только его губы. Перед глазами пронеслись все наши встречи и все встречи, что были до него. Теперь я на его стороне, но готова ли я быть с ним? «Готова». Я обвела шею руками, взволнованная его близостью. Сила Мальбонты ощущалась через одежду, она проникала под кожу, пробирала до костей. Мы целовались страстно, голодно, торопясь насытиться друг другом. Вскоре Мальбонты отпустил из плена мои губы, наши кончики носов коснулись друг друга. Мы оба молчали, замерев закрытыми глазами. Мне кажется, эта ночь последняя для нас. Тогда пусть это будет лучшая ночь в нашей жизни. Прости, Лой. Он забрал мое сердце. Мальбонты открыл глаза. Ночь предстоит сложная. Тебе нужно отдохнуть. Он хотел встать с кровати, но я удержала его. Останься. Кто знает, чем закончится эта битва. Сейчас мы с тобой вместе, здесь, в этой комнате. Сейчас мы одни. Что, если мы больше не... Я не позволю этому случиться. Прошу, останься. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Когда все кончилось, Мальбонта лежал на спине, одну руку закинув за голову, другой обнимая меня. Я лежала у него на груди, ощущая, как сонливость охватывает все тело, утяжеляет веки. Я вздрогнула, проваливаясь в сон. Спи. Отдыхай. Ты не уйдешь, пока я сплю? Уйду. Я прижалась к нему еще ближе, после честного ответа, еще острее ощутив необходимость в нем. От взрыва задрожали стены и пол. Я проснулась и тут же вскочила с кровати. Меня повело в сторону. Я снова села, дезориентированная. С улицы были слышны крики. Они здесь! Я огляделась в поисках одежды, но не могла найти ее. Черт, да где же? Руки тряслись. Я заметила мешок, полный одежды, и взяла первую попавшуюся вещь. У двери остановилась. Казалось, за ней меня ждет хаос, ужас принятых решений, своих и чужих. Я открыла эту дверь. Удар. Резкая боль в носу. Я упала на спину, судорожно прижимая руку к лицу. Крыл просочилась между пальцами, и несколько капель, оставляя за собой след, добрались до локтя. У порога стояла ости. Ее губы были искривлены в неподдельном гневе, опущенные руки сжаты в кулаки. Что ты делаешь? Ты еще спрашиваешь? Думаешь, тебе сойдет это с рук? О чем ты говоришь? Мальбан, ты май! Угу. Она бросилась на меня грациозно и опасно, словно дикая кошка. Я не успела подняться, как она прижала меня к полу, сдавила горло. Мы ей сейчас покажем. Ось, ты... Ты специально это делаешь? Специально отбираешь тех, кому я отдаю свое сердце? Я никого не отбираю. И тем не менее, раз за разом заставляешь чувствовать меня ущербной, навязчивой. Чем ты лучше меня? Скажи! Ничем! Она прижалась к моему уху и зашипела. Меня считали мстительной стервой. Сейчас я покажусь вам во всей красе. Осте ударила мою голову о пол. Ах! В ушах зазвенело, в глазах все поплыло. Я пыталась сфокусировать взгляд, но видела лишь ее силуэт. Она что-то достала из комода Мальбонте и вышла наружу. Я тут же поднялась, тело повело в сторону, и я врезалась в тот самый комод. Блин, ну как? Мы что, ничего не сделаем ей? Осте! Не дожидаясь, пока приду в себя, побежала за ней. Огонь и ненависть, схлестнувшаяся со страхом. Пожар от взрывов охватил весь город, пожрал все дома, обжег тропы. Теперь цитадель вторглась в обитель Мальбонте, но он был более подготовлен к их визиту. Его сторонники были беспощадны и озлоблены. Они, в отличие от армии цитадели, лишь выполнявшей приказы, видели в этой схватке цель жизни, возможно, даже конечную остановку. Они были готовы биться до смерти, ведь смерть их имела идею. Я стояла, не двигаясь, все еще не готовая к тому, что предстало перед глазами. Но не успела я сделать и шага, взрыв отбросил меня и бегущую впереди ости. Камень преткновения покатился и замер у чьих-то маленьких ножек. Мисселина подняла камень и спуганно уставилась на него. И тогда я увидела все. По одну сторону, Мальбонте во главе армии Субантр, угрожающе серьезный, готовый убивать ради поставленной цели. По другую сторону, разношерстная армия цитадели. Ангелы, демоны, Серафимы и ученики. Кошмар какой. Я сразу заметила выжившего советника и демона Мамона. За ним стояли Дино, Люцифер, Энди и Мими. Когда Мисселина подняла камень, Мальбонте вышел вперед. Ты борешься за тех, кто убил твою сестру. В твоих руках возможность отомстить за нее. Ты можешь отдать камень мне, а можешь поощрить убийц сестры, отдав его им. Каков будет твой выбор? Мисселина задрожала, стиснула в руках камень, закрыла глаза. Геральт оттолкнул стоящих перед ним бессмертных и прокричал. Не слушай его. Его речи искусны, но до змеи-искусителя ему далеко. Тогда Мисселина тихо ответила. Он прав. Они убили мою сестру. Им плевать на таких, как ты. И теперь они в ужасе от того, что в твоих руках такая сила. Он манипулирует тобой, разве не понятно? Мисселина... Мисселина, не делай этого. Решайся, Мисселина, но будь уверенным в своем выборе. Он прав. Они убили мою сестру. Мисселина подняла глаза, и теперь ее взгляд обрел силу и уверенность в том, что она собиралась сказать. Но месть не лечит, лишь только еще больше очерняет. К Мисселине подошел Кроули и осторожно, почти ласково забрал камень из ее рук. Погладил по спине и поотечески сказал. Ты молодец, девочка. Кроули улыбнулся ей, а затем вдруг пошел к Мальбонте. Когда он поравнялся с ним, то просто отдал камень. Что ты делаешь? Вечер только начался, а уже интересно. Серафим спокойно обернулся и пояснил. Я устал и я разочарован. Всю свою жизнь я пытался дать что-то нашему миру, но система прогнила. Вы только и можете что брать, брать и брать, а потом выплевывать. Но я вам доверяла. Он пытается оправдать свое предательство, как забавно. Все это время он докладывал Мальбонте о планах Цитадели. Если решил встать на нашу сторону, к чему это сладкая ложь? Попытка быть лучше, чем он есть на самом деле? Ах, ты обижен. Дело не в мелкой месте. Все мои прошлые заслуги позабыли. Меня отбросили на задний план. Вы бы нашли общий язык с Пенсу, это точно. А теперь я должен бороться и умирать в бою за вас? Не знаю, к чему приведет правление Мальбонте, но мне интересно на это посмотреть. Сейчас же я не буду участвовать в вашей битве. Он поклонился. Уходи, старик, скоро будет жарко. Крули скрылся за рядами Субантер. Они в нетерпении переминались лапы на лапу, наскоро чистили перья и снова выпрямлялись. Мальбонте растоял смирно, не двигаясь, и лицо его ничего не выражало, кроме готовности убивать. Советник покачал головой, вытянул кверху руку сжимающую меч и прокричал «Вперед!» Мамон разорвал свою плоть, и его громадное тело возвысилось над головами других бессмертных. «Ра!» «Контро!» Суббантры синхронно ринулись в атаку. Их крик пронзил и наполнил небо. Со всех сторон слетели сторонники Мальбонте, яростно срубая на пути любого, кто попадется им под руки. Схлестнулись сотни мечей. Долгая мелодия, рвущая струны от каждого аккорда. Вот он, момент, к которому мы шли. Вот они, последствия наших решений. И вот она, расплата. Я побежала навстречу бойне, навстречу своему личному финалу. Первые несколько бессмертных павшей от моей руки вызвали во мне страхи и чувства вины. Я замерла, тяжело дыша, глядя на то, как чужая кровь стекает по моим пальцам. А затем подняла глаза и увидела, как армия цитадели так же жестоко убивает других. Когда же я выучу правила войны и пойму, что из нее не выходят с чистыми руками. Астер? Ты выбрала не ту сторону. Я подняла меч у своих ног и встала перед ним в позу, готовая к атаке в любой момент. Ты тоже! Астер пожал плечами. Из двух зол мы выбрали наименьшее для себя. И улыбается главное. Ха! Он бросился на меня, выставив вперед меч. Что делать? Увернуться! Я развернулась. Лезвие прошло на сантиметр правее. Ты никогда мне не нравился! А мне нравился! Я замахала мечом, но Астер был более искусным воином и с легкостью отбивал мои атаки. Тогда я отбросила меч в сторону и еще до того, как он понял, что я делаю, выставила руки вперед. Астер отлетел на несколько метров. Я быстро поравнялась с ним и, сев ему на грудь, прижала локоть к горлу. Что делать? Я не хочу его убивать. Отпустить! Я отодвинулась от него, помедлила, затем поднялась и протянула руку. Хоть мы на разных сторонах, мы не враги, Астер. Он долго смотрел на мою руку, ошарашенный, затем поднялся, но без моей помощи. Тебе повезло, что на месте того, кого ты пощадила, оказался я. Другой бы наказал тебя мечом за такое безрассудство. Ну таки я кого-то другого могла бы не пощадить. Он улыбнулся и скрылся среди дерущихся воинов. Чужие мечи снова заметались вокруг меня, и случившееся не позабылось, нет, отодвинулось на дальний план, к другим чувствам, которым не было места здесь и сейчас. Резкий удар повалил меня с ног. Кто-то сзади порезал мне лодыжки. А? Я повернулась, но успела разглядеть лишь сверкнувшие лезвия, отразившие луну. Нет. Удар. Нападавший упал прямо на меня, и я с криком оттолкнула его. Он лежал лицом к земле и не двигался. Я он у шефа. Мисселина дрожала, истерично разглядывала кровавленные руки. Ты спасла меня? Я? Да, он хотел убить тебя. Ты не заметила его? Геральт стремительно развернул Мисселину к себе, посмотрел на ее руки, затем на труп возле меня, и все сопоставив сказал. Уходите, тут резня. Он поднял меня. Геральт, я... Я знаю, ты Смальбонта, но это не значит, что мы хотим твоей смерти. Не значит. А теперь идите. Мисселина прильнула к нему и отчаянно взмолилась. Прошу, идем с нами. Вики, уведи ее. Я попыталась отцепить ее руки от Геральта, но она лишь повторяла. Прошу. Я найду вас, идите. Я сжала запястье Мисселины, чувствуя, как скрипит ее кость под моей хваткой. Мы побежали сквозь толпу, уворачиваясь от мечей, затем взлетели. Мисселина обернулась и вдруг закричала. Геральт! Геральт боролся с тремя демонами. Его уже успели несколько раз ранить. Мисселина бросилась к нему, но я ускорилась и обогнала ее. Геральт был совсем близко, когда я увидела, что Мисселину перехватила Субантра. Нет! Птица клевала ее, оставляя на белоснежной коже рваные раны. Ой! Это один из самых страшных выборов вообще здесь в истории. И как же это несправедливо, когда я иду по пути Мальбонта и не могу выбрать спасти их обоих. Ну что это такое? Единственное, что мне облегчает сейчас выбор, что по ветке Ангела я спасла Мисселину, поэтому я хочу в этот раз спасти Геральта. Мисселина, держись! Я сейчас! До Мисселины было все еще далеко, а Геральт был совсем близко. Он отбивался на последнем дыхании, даже не глядя на противников. Кровь заливала его глаза. Геральт! Шар из энергии вырвался из ладоней, навис над нападающими, а затем взорвался чистой энергией, пронзая их. Я и не знала, что так умею. Геральт упав на спину, раскинул руки по сторонам. Он попытался отдышаться и не потерять сознание. Геральт, ты как? Он поднял голову и улыбнулся мне. Спасибо. Я упала на колени перед ним, обняла его за шею и прижалась к голове. Ты жив? Благодаря тебе. Нет. Геральт вздрогнул, поднялся и посмотрел на небо, выглядывая Мисселину. Там Субантра! Я взлетела, изо всех сил стараясь успеть. Геральт, несмотря на раны, бросился за мной. Мы были на полпути, когда остановились пораженные от ужаса. Мисселина падала, крутясь и переворачиваясь в воздухе. Нет. Геральт полетел ей навстречу. Поймал ее, но не смог удержаться, и они вместе полетели вниз. Геральт принял весь удар на себя. Мисселина. Я подлетела к ним, помогла перевернуть ее. О, нет. Геральт отвернулся, надавил пальцами на глаза, будто пытался вдавить слезы обратно. Волосы Мисселины слиплись от крови, одежда от когтей Субантри превратилась в лохмотье, но лицо ее осталось таким же чистым, добрым, каким было всегда. Но она вообще не заслужила такого. Казалось, она даже сейчас улыбается. Геральт обнял ее, прижался со всех сил и заплакал. Я отпрянула, поднялась, покачиваясь от шока и взлетела. Взлетела к небу, поднялась над всем этим месивым тел, сплетенных между собой. Остановилась на выступе, откуда простиралась битва. Отсюда все казалось нереальным. Битва двух сторон, битва сильнейшего с сильнейшими мира сего. Субантры рвели, отрывали головы с плеч, клевали лица. Воины Цитадели рубили всех на своем пути. Где-то там в этой кровавой бойне сражались мои друзья и близкие. Где-то там сотни жизней обрывались каждую секунду, а остальные висели и покачивались на волоски. Вперед! Вперед! Я стояла над всем этим и тяжело дышала, и мое дыхание потихоньку переходило в рыдание. Я прокричала в пустоту, в небо, прокричала шепфа и шепфомал ему о своей боли. Но мой крик, как и крики других воинов, потонули в мясорубке мучений все еще живущих. Я закрыла рот руками, сжимая губы со всех сил, но крик рвался наружу. Сердце сжалось, когда среди воюющих я увидела Мими. Она не воевала, ее движения были танцем, изящный, смертоносный танец. Мими. Я больше не могла оставаться в стороне, раскрыла крылья и бросилась в омут смерти. Мы с Мальбонтой боролись вдали друг от друга, но наша связь была нерушима. Мы бились за общее дело, и каждый наш шаг, каждый взмах меча и крыльев олицетворял идею. Правление нужно свергнуть. Шепфа слишком долго держал всех в неведении. Мы здесь, чтобы сказать свое слово. Мы здесь, чтобы бороться за свои права. На земле я была обычной девушкой, но небеса подарили мне силу, которой я воспользуюсь, чтобы сделать этот мир чуточку лучше, чтобы оставить след. Я рубила, отражала атаки, защищалась и нападала. И была готова в очередной раз направить свою силу на противника, но вовремя остановилась, замерев с протянутыми руками. Вики? Она тревожно оглядела меня. Ты с ним? Она прошептала это почти испуганно. Да. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Она отразила атаку демона Мальбонте и хотела скрыться, но я остановила ее, придержав за руку. Я все та же я, Мими. Мы обе считаем, что поступаем правильно, но наши правильно разные. Она долго и печально смотрела на меня, потом приобняла меня и прошептала. Главное не умирай, я прощу тебе все, но не твою смерть, поняла? И тут же скрылась среди воюющих. Тело ныло, глаза застилал пот, руки дрожали. Я споткнулась отчета тела, встретилась лицом к лицу со смертью. Не знаю, кто это был, но его черты наверняка отпечатаются меня в мозгу до конца моего бытия. Я онемев попятилась от него. Мимо меня проносились ноги, над головой пролетали субантрии бессмертные, а я все смотрела на это безжизненное лицо, не в силах отвернуться. Но небо вдруг пронзило глушительный рык. Фыр! Дракон летел ко мне, сшибая всех по пути. Его когти вонзились в землю, поднялась пыль, которая на несколько мгновений скрыла его от меня. А когда она рассеялась, я видела Лоя, направляющегося ко мне. Лой! Не говоря ни слова, он обнял меня. Ты не дождалась меня и улетела. Зачем? Лой, я присоединилась к нему. К Мальбонте? Да. Как я уже говорил, я буду бороться за тебя, на какой бы стороне ты ни была. Я увидела фигуру Мальбонте где-то вдалеке и сказала, не отнимая от него взгляда. Даже если я... Если что? Я молчала. Он настороженно отстранился. Лой обернулся и заметил Мальбонте, погруженного в яростную битву. Он все понял. Взрывы, разъяренные команды командиров армии, предсмертные вопли, все это вдруг затихло для нас. Лой тихо спросил. Почему тогда ты подпустила меня к себе? Почему дала надежду? Ой, кошмар, как стыдно. От боли в его голосе мне самой стало больно, и я смогла лишь выдавить короткое. Прости за это. Теперь я... Теперь я понял, как больно было дочери Федеру. Я протянула к нему руку, но Лой обернулся фыром и тут же взмыл в небо. Раздался его пронзительный крик, и небо отзываясь загромыхало с ним в унисон. Лой! Пару мгновений я наблюдала за тем, как он все отдаляется и отдаляется, как его одинокая фигура скрывается за горизонтом. Но затем мне пришлось снова ворваться в этот бесконечный и порочный круг защиты и нападения. Я была беспощадной, потому что на войне иначе нельзя. Пока я боролась, в это время намечалась другая схватка. Мамон в облике чудовища приземлился немного поудаль от Мальбонте, и тот тут же заинтересованный обратил все внимание на него. Какая встреча? Мамон, если не ошибаюсь? Он самый. Выбрал сторону Цитадели? Боишься потерять свое место? Я сохраню его для тебя, не стоит волноваться. Не нужно со мной торговаться, Мальбонте. Как скажешь. И они бросились друг на друга. Столкнулись две силы, два древних существа, прошедшие и познавшие долгую жизнь. Ра! Удары Мамона отбрасывали Мальбонте, будто тот ничего не весил, но Мальбонте в свою очередь подскакивал, будто эти удары ничего ему не стоили. Они двигались так быстро и так молниеносно отражали удары друг друга, что за их битва едва можно было проследить. Я не хочу тебя убивать, Мамон, ты мне нравишься, а ты мне нет. Мамон нанес квал ударов, не давая Мальбонте оклематься. Мальбонте медлил отражать их, будто не решался окончить битву. Если не прекратишь, погибнешь. Вивере молитаре эст. Услышав ответ, Мальбонте изменился в лице. Демон задел в нем что-то темное, словно напомнив, зачем он здесь. Мамон снова повалил его. Мальбонте упал на землю. Мамон хотел нанести последний удар. Глупец. Мальбонте закрыл глаза, а когда открыл, они были чернее ночи, а из рук вышел свет света копоти, света смерти. И этот свет пронзил Мамона насквозь. Отобрал его жизнь. Папа! Мими бросилась к нему. Ой, нет, 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 Мими! Мими, маленькая, бесстрашная и полная такого отчаяния, летела прямо к Мальбонте, зная, что не сможет ничего сделать. И все же летела. Мими, нет. Мамон поднял руку, будто пытался силой мысли остановить ее, но бесконечность его бытия утекала из него вместе с черной жидкостью. И, как обычно бывает в такие моменты, жизнь останавливается, словно сам шеф поставит его на паузу, чтобы ты запомнил каждую секунду, чтобы прокручивал снова и снова, мучая себя колючими мыслями, что я могла изменить, что я могла изменить, что я могла. Я увидела Мамона, его прижатые к земле крылья, перья подрагивали на ветру и отрывая ветер уносил их. Я увидела в небе Люцифера, остолбеневшего от ярости, и я увидела лицо Мими мокрые от слез. Я закричала «Мими, нет!» Мими обернулась на мой крик. Мне удалось достучаться до нее сквозь горечь и боль от смерти отца. Мими замедлилась, но Мальбонте, отражая ее попытку напасть, отбросил ее в сторону. Мими упала на земь сознание. Мими Люцифер смотрел лишь на неподвижное тело Мими, чувствуя разрушающую ярость, направленную на Мальбонте. Я никогда еще не видел у него такого дикого, обезумевшего взгляда. Ты покойник. Люцифер напал на Мальбонте, но тот одним ударом оттолкнул его от себя. Это война. Думаешь, я получаю от этого удовольствие? Люцифер вытер кровь с губ и поднялся. Думаю, да. Они стояли друг напротив друга, уничтожая взглядом соперника. Мальбонте ничего не предпринимал, был спокоен, но собран. Ты зол на меня. Ты имеешь на это право. Готов умереть за это? Люцифер процедил сквозь зубы и голос его больше походил на рык. Готов. Он сложил крылья за спиной и побежал навстречу Мальбонте. Его руки сжались в кулаки, а тело покраснело, словно пропитываясь яростью. Мальбонте направил на него поток энергии. Люцифер развернулся и раскрыл крылья, принимая весь удар на спину. Он упал на колени, но тут же поднялся и снова побежал к нему, а затем бросил в него огненный шар, вырвавшийся из его ладоней. Мальбонте смел шар рукой. Его кожа обожгло, но он не обратил на это внимание, только скривил от боли губы. Игры кончились. Мальбонте поднялся в воздух и выпустил из рук черный шар. Люцифер попятился, шар успел поглотить его. Не знаю, что он творил с ним, но Люцифер вдруг упал на колени и закричал от нестерпимой муки. Прощай, Люцифер. Мальбонте развернулся и хотел было уйти, но остановился, поняв, что крику молк. Люцифер поднялся на ноги, колени его дрожали. Он, превозмогая боль, распрямил плечи. А ты не сдаешься, я смотрю. Ра! Люцифер раскинул руки, шар разорвался, но он не двинулся с места, словно его что-то отвлекало. Его мышцы и кости странно двигались, натягивая кожу. Люцифер, ощутив что-то в себе, сжал кожу на груди и разорвал ее. Когда в следующий раз Люцифер поднял голову, он встретил совсем другой взгляд Мальбонте, сосредоточенный взгляд в полной готовности. Ты обрел вторую постась, поздравляю, атаковать внутренней силой. Люцифер не двигался, не спешил бросаться на Мальбонте. Он медленно поднял руки, а затем закричал «Моменту мори, Мальбонте». И вся его ярость и ненависть, обернувшись чистой, но смертоносной энергией, вырвалась на Мальбонте. Он не успел ни увернуться, ни ответить таким же ударом, и Мальбонте отбросил в сторону. Другой, вероятно, умер бы на месте, но Мальбонте выдержал. Его руки дрожали, когда он поднимался, но в общем, казалось, это его не сильно ранило. Он выплюнул кровь и бросил в ответ. «Всегда помню». «Ты достойный противник, Люцифер, но пора заканчивать». Мальбонте поднялся в воздух, но нечто иное подняло его. Крылья покоились на спине. Его словно подняла невидимая рука. Мальбонте поднял ладони вверх, закрыл глаза, а когда открыл, они пропитались тьмой. И эта тьма была готова вырваться наружу. «О, нет!» Мальбонте сложил руки, точно в молитве, медленно, сосредоточенно, но едва его ладони соприкоснулись, все мы ощутили силу, что скапливается в ней. «Удачи в небытие, демон!» А затем он развел руки. Люцифер упал на колени, неестественно запрокинув голову. «Черт, да что такое?» Я как-то себя морально настраивала, что я снова могу кого-то потерять из друзей, но Люцифер, блин, я проходила, старалась со всеми сохранять хорошие отношения. Да черт возьми, его органы разорвались на части, повинуясь жесту Мальбонте. Изо рта потекла тоненькая струйка крови, как бы ставящая точку в произошедшем. Какая ужасная смерть. Когда голова Люцифера коснулась земли, он уже обрел человеческий облик. нет шесть я остолбенела. По телу прошел холодок. Еще один пал в бою и похоже этому не будет ни конца ни края. Сколько еще смертей мне пережить у шефа? Сколько? Я боялась поднять глаза и посмотреть на него. Я боялась запомнить его таким. Дина справа. Я подняла голову и увидела стаю Субантер. Они окружили Энди и Дина, не позволяя им вырваться из смертоносного круга. Птиц было так много, что не было вида ни звезд, ни луны. И только два бессмертных боролись против них, пока тут на земле воевала цитадель и те, кто примкнул к Мальмонте. Держитесь! Я полетела к ним. Их было слишком много, но в голове раз за разом проносилась лишь одна навязчивая мысль. Я не должна их потерять! Я не должна их потерять! Я не должна! Не должна! Энди и Дина были на последнем издыхании. В какой-то момент мальчики посмотрели на меня, а я на них. И я как бы прокричала им своим взглядом. Я с вами! Я всегда буду с вами! Но они улыбаются. Суббантры остервенели. Ребята слишком долго боролись с ними, силы были на исходе и птицам все чаще удавалось наносить удары. Не сдавайтесь! Получай, тварь! Энди пропустил удар и субантры вонзилась ему в шею. А Энди! Мы с Дино полетели за ним. Энди, держись! Нет! Энди сражался как мог, но теперь его попытки были лишь слабыми отбиваниями. Ха! Дино убил одну и субантры. А? От моей руки полегла другая. Но осталась третья. Энди! Субантра пронзила Энди. Энди обмяк на ее походящем на меч лапе. Она толкнула его от себя и улетела за другими жертвами. Энди полетел вниз. О, Шепа! Нет, нет! Нет! Дино рванул за падающим телом Энди. Я вдруг ощутила такую всепоглощающую пустоту внутри себя, что не заметила, как расслабила тело и крылья, и вдруг сама полетела вниз. У самой земли я неосознанно распахнула их, смягчая падение. И все же удар был сильный. Некоторое время я лежала, не двигаясь, будто сама умерла. Так я не поняла вообще, Энди погиб или нет. Такие странные описания, блин. Затем встала и пошла, не зная куда. Я была словно в прострации, не осознавая ничего, что происходит вокруг. Передо мной встал выживший советник. Он был спокоен, но решителен и беспощаден. Я, заплаканная, истощенная, чувствую, что в душе моей все изранено истерзано скорбью, взглянула на него равнодушно, как на прохожего. Ничто и никто не даст прийти в себя, передохнуть, я это уже поняла. Войне было мало страданий, она все еще была голодна. Всегда задавался вопросом, что побуждает бессмертных предавать. Идея и вера в нее. Да будет так. Советник развернул меч, поднял над головой, выставив ногу вперед. Лезвие озарилось голубым светом, то, как этот свет двигался, напоминало языки пламени. Лучше бы эта штуковина не коснулась меня. Советник сделал выпад, лезвие сверкнуло справа. Что сделать? Увернуться влево. Меч не встретил мою плоть и рассек лишь воздух. Но советник не дал мне даже развернуться и еще одним стремительным движением порезал мое плечо. Я упала, попятилась от него, оставляя за собой кровавый след. Это конец. Нет! Над нами возникла длинная тень, и небо заполнилось рыком дракона. Прочь, животное! фыр приземлился передо мной и мягко положил полукругом хвост, защищая меня со всех сторон. Приручила дракона? Похвально! Я никого не приручала. Прочь! Советник махнул мечом, но фыр вырвал его из руки и бросил в сторону. Советник раскинул руки и метнул в дракона белый шар. Фыр хотел увернуться, но тогда бы шар попал в меня. Ему пришлось принять весь удар на себя. Фыр нет! Я раскрыла крылья, чтобы улететь, чтобы фыр тоже мог спастись, но советник тут же метнул шар в меня. Он обжег мои крылья. Фыр! Увидев мои паленые крылья, дракон взрывел и бросился на советника. Фыр вонзил клыки в его шею и вырвал плоть. Советник стал отхаркиваться кровью и озираться, будто кто-то мог ему помочь. Я прильнула к фыру. Спасибо тебе, спасибо! Кто-то в небе закричал, моля о помощи. Фыр стремительно развернулся, ему было невыносимо слышать эти крики. Я улыбнулась. Тебе не обязательно быть на одной стороне. Лети, помоги им. Какой он хороший. Вы видите, она его предала, он все равно прилетел ее спасти. Фыр. И его длинная фигура, извиваясь, полетела по небу. Кто-то коснулся моего плеча, осторожно сжал. Мальбонте! Будь сильной, война еще не окончена. Он посмотрел на небо, окропленное звездами, в центре которого замерла кровавая луна. Нам пора. Куда? Смотрите, посмотрите сейчас на Мальбонте. У него эта луна на фоне его головы, как этот нимб, как рисуют цветы их на иконах. Поставить точку в этой войне. Мальбонте достал из кармана ключ от врат шепфа. Смотрел на них, о чем-то думая. Он так долго к этому шел, что, дойдя до порога, вдруг решил помедлить. На мгновение мне показалось, что в его взгляде прометнула нерешительность, но Мальбонте мгновенно отбросил ее, сжал ключ в руках, снова посмотрел на луну и сказал Нил и Нолтин Риманебит, возьми ключ. Я послушно исполнила просьбу. Мы оба сжали его. Мальбонте вытянул руку и провернул ключом в воздухе. Луч от красной луны осветил наши руки, отразился от ключа и рассеялся. Пространство будто бы разорвалось. Огромные двери, уходящие в космос, открылись перед нами, и ослепляющий свет вырвался наружу. Пойдем. Я обернулась. Все вокруг замерли, точно статуи, остановленные во времени. Грохот и крики прекратились, тишина была оглушительной, неестественной на фоне животной бойни. Мальбонте потянул меня внутрь. Пойдем. Я слишком долго ждал встречи с Шепфа. Мы вошли во врата. двери за нами закрылись, и я снова на мгновение услышала за ними какофонию смерти. Ох, и конец. Это, конечно, самая тяжелая для меня серия. Не знаю, как оценить. Не могу я ее сейчас оценить на 5 баллов. 4. Слишком болезненно. И, как я говорила, тут настраивай себя, не настраивай. Конечно же, я проходила это уже и знала, что кто-то по-любому погибнет. Ну, Люцифер, вы серьезно? Про других ребят непонятно. Энди упал? Энди погиб или нет? Ну, вроде бы, как Дина и Фуэр живы. Но в следующей серии я точно узнаю. Ух, знаете, у меня сложная, как всегда. Да, я знаю, я всегда так говорю, что у меня странное ощущение после окончания главы, но в данном случае я частично рада, что эта серия закончилась, потому что снова и снова проходить через смерть друзей, ну, вы сами понимаете, что это сложно. Я не буду вам рассказывать, я уверена, что каждый, кто проходил, это все наблюдал, сам прекрасно знает, какие у него чувства вызывает эта ужаснейшая серия. Как вы видите, я набрала одинаковое количество, 45 ангелов и 45 демонов, и я очень хочу посмотреть, к чему же приведет меня в конце истории путь Мальбонте. Друзья, плейлист этой истории вы всегда найдете в описании под видео. Спасибо всем, кто читает вместе со мной, а с вами была Алиса. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Пока-пока.